Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг канала. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела рассказать о своих, которые я придумала, изменениях, то есть в своем питании, связанных, конечно же, ну, понятное дело, с лесом. Я об этом технически уже рассказываю о том, что именно я там решила изменить. Видео в сегодняшнем будет обеда, ну, которая еще не вышла, как обычно она выйдет в обычное время. Но здесь я уже хочу сказать подоплеку вот этого всего, то есть все вот эти вот бла-бла-бла. Ну, в общем, короче, мне вот эта вот тема того, что у меня гуляет весь в течение месяца в районе аж целых 4 килограммов, я уже об этом неоднократно говорила, рассказывала, показывала и все дела, короче. Как минимум уже с осени прошлого года, то есть с октября где-то так это все происходит. Собственно говоря, с того самого момента, как я начала принимать вот эти вот препараты, которые у меня от давления, от гипертонии. Именно вот эти вот, как бы до этого я другие принимала, и сейчас я принимаю вот эти. Вот эти прям вообще вот эти 4 килограмма дают, вот эти таблетки, которые сейчас идет у меня комплекс. Вот, что именно там из них может быть все вместе, может быть что-то по отдельности так вот влияет. Вот сказать трудно, но это, собственно говоря, не имеет ни в значения, потому что прием этих препаратов это уже, ну, реальность, от которой никуда не деться. И, собственно, наконец-то я сейчас уже пришла к тому, что я поняла, что с этим делом ничего не сделать. Если я принимаю эти таблетки, а принимать я, скорее всего, эти или другие буду на пожизненное, то вот так вот оно и будет что-то такое вот с весом непонятное. Ну, плюс-минус там немножечко может быть уменьшение количества соли, ну, питание, оно на это влияет. Ну, соль, зараза такая она, кожа сахара, она все равно куда-то пытается пролезть в какие-то блюда, в каких-то готовых, значит, продуктах она там залазит все равно. И даже несмотря на то, что ты ее снижаешь, она все равно потом как-то потихонечку, по крупиночке добавляется, и, короче, в итоге оказывается, что салат пересоленый, короче. Вот, ну, не в этом дело я. Все равно соль это, ну, плюс-минус там, не знаю, 10-20 процентов она на это дело влияет. Если я не буду, допустим... вечером во второй прием пищи что-то пересоленое кушать, то у меня утром будет, ну, минус грамм 600-700 в минусе. Ну, а на следующий день что-то съела, как говорится, плюс. Ну, в общем, короче, соль это тощ. Вот. В любом случае таблетки отказываться и прекращать. Кто не собирается, и мне это уже не светит, я так понимаю. И поэтому остается с этим только смириться. Никакие другие мои варианты, которых я придумывала, не оказывали никакого действия. Ну, то есть, если гипертония есть, значит, есть таблетки, значит, есть вот этот вес. Но мне не нравится даже не сам... С этим делом я уже более-менее смирилась. Не сам вот этот вот разбег, который составляет, это же 4 килограмма. А мне не нравится то, в каком этом диапазоне он происходит. Мне больше бы устроило, если бы это было, скажем так, 68-72, ну, максимум 72,5 килограмма. Вот. И... Но здесь проблема в другом. Здесь дело в том, что... Изначально, когда я, значит, первые... Как бы краткая предыстория. Ну, допустим, я первые годы, 3 месяца я активно худела. Я на 40 с чем-то там килограммов похудела. И после этого я, когда решила для себя встать на удержание, где-то в районе 80 килограммов, я, значит, перешла на лайтовая кета, соответственно, и начала добавлять калорийность к тому моменту, который у меня была. Это было где-то в районе 1650. И в итоге я за несколько месяцев дошла до 2200 килокалорий. И вот на этих даже 2200 килокалориях я еще продолжала активно сбрасывать. То есть за этот момент, когда я якобы на удержании добавляла килокалории, я еще 10 килограммов снизила вес и похудела в объемах вообще значительно. Вот. То есть... Ну, после того, как я начала вот эти таблетки, и тут как раз вот эти таблетки-то и случились, я моментально начала в обратку. Ну, то есть у меня вот... Ну, и то есть эта жидкость, вес, именно вес, ну, объемы тоже в том числе, конечно, потому что это отек всегда. Ну, в общем, короче, сразу же 2-3... 2-2,5 килограмма, 3... А сейчас уже 4, получается, плюс-минус в течение месяца. Вот они сразу появились. Ну, не сразу, но в течение нескольких, 2-3 месяцев. Вот. И с тех пор вот это вот все происходит, особенно вот этот второй курс таблеток, ну, то есть комплекс таблеток, он у меня вот эти 4 килограмма. Первый комплекс таблеток давал где-то 2,5-3 килограмма в месяц. А сейчас это другой комплекс таблеток, который хорошо действует на мою гипертонию, в отличие от первого. Он дает вот эти 4 килограмма. И, соответственно, я калорийность за это время стала снижать. То есть вот даже уже где-то как минимум с весны я пытаюсь это дело решить. Ну, вот такими разными способами. Ну, то есть в любом случае у меня уже давно, уже не 2-200, это 1900 уже давно. Но я с этих 2-200 постепенно снижала, дошла до 1900. И тут вот и все грустно, это как раз и есть. Дело в том, что я понимаю, что это никак снижение в данном случае калорийности никак не отражается на вот этом всем. То есть при этом я совершенно, совершенно нигде, ни в каком месте не похудела. И при этом еще и отслеживает вот этот процесс, который происходит в течение месяца. Его сложно, потому что вот эти 4 непонятных килограмма, ты не понимаешь, то ли это килограммы реальные, жировые, то есть их похудение, то ли это вот эти вот отеки гипертонические, они туда-сюда гуляют. То есть в очень только большом промежутке, даже не месяц, даже результаты даже в течение месяца, то есть через месяц их сложно объективно считать, объективно, потому что, может быть, это и не так. Ну, то есть это как минимум 2-3 месяца, только тогда ты уже понимаешь более или менее тенденцию, видишь, можешь ее, ну, как бы заметить, происходит вообще что-то или нет. И в данном случае вот сейчас я собираюсь снизить еще калорийность, ну, хотя, может быть, где-то на 100-100 с небольшим килокалорий, но боюсь, что это, скорее всего, тоже так же не окажет никакого влияния. Думаю, потом, наверное, я сделаю еще меньше постепенно, то есть буду снижать еще дальше, ну, как минимум, может быть, дойти до 1650, и тогда уже посмотреть, что будет. Ну, что-то вот мне как-то подсказывает моя интуиция, что это тоже не поможет. Но в таком случае я не знаю, что делать вообще в принципе. Ой, ну, потому что ниже, ну, то есть на 1650 килокалориях, я вообще так все это красиво, здорово делала, ну, как бы происходило, да, все это. Ну, то есть на самом деле, на самом деле радует здесь только то, что вот снижение калорийности, если ты в кетозе, на чувство сытости никак не влияет. То есть вот в этом плане на кето можно совершенно легко снижать, повышать, то есть никакого отношения к чувству голода и сытости не имеет. То есть ты все равно быстро очень, может быть, один день там какой-то чувствуешь какое-то неудовлетворение, а потом это быстренько-быстренько организм как-то так, ну, подстраивается под это дело, чувство сытости моментально привыкает к вашей калорийности. Вот, но, в общем, короче, в таком сложном я вот с этой всей гипертонией ситуации, вот как бы, не знаю. Я понимаю, много приходило комментариев под видео, где советовали какую-то гимнастику уж, какого-то там врача. Ну, не знаю, я как-то тоже к этому отношусь сложно. Я понимаю прекрасно, что никакую гимнастику пожизненно я делать тоже не буду. Я не думаю, что есть такая гимнастика, в которой ты 10 дней позанимаешься, а потом все оставшуюся жизнь в течение будет гипертонии. Да, вот такого уж тоже не может быть, да? То есть это, скорее всего, этой гимнастикой тоже надо будет заниматься пожизненно. Ну, и потом слишком какие-то у меня, наверное... Ну, в общем, короче, сложно. Я не пробовала, не пробовала. Ничего не буду говорить, ничего не буду утверждать. Ну, я отношусь к этому так. Немножечко с недоверием, скажем так, к этому всему. Ну, в общем, короче, калорийность снижаем, смотрим, что будет происходить. Ну, результаты, как минимум, такие более или менее объективные, будут только где-то через месяц-полтора. Вот. Ну, а так, в любом случае, кето продолжается. Что бы ни было, как бы там не происходило, с гипертонией, с таблетками, или без, без разницы, кето это наше все, оно рулит. Ну, магия там тоже, если что, если про мой канал кто-то забыл, не подписался еще. Ну-ка, быстренько, быстренько, поднимаем там все вот эти вот, короче. Ну, в общем, ну, в общем, вы в курсе, вы поняли, да? Ну, короче, кето рулит магия вечно. Всем привет, пока. До встречи на моих каналах.